МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый пациент с коронавирусом выявлен в Талдокургане. Только за последние сутки в стране этой инфекцией заразились 154 человека. В связи с этим у талдокурганцев сильная обеспокоенность, как будет складываться дальше жизнь. Какова сегодня реальная ситуация и что ожидается? Об этом мы узнаем сегодня. Здравствуйте! У нас сегодня в гостях руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг города Талдокурган Ермек Асимкулович Асимкулов. Добрый день! Добрый день! Давайте из ваших уст будем узнавать, какая ситуация на сегодня складывается в Талдокургане. Хочу напомнить нашим телезрителям, вы нам звонили, спрашивали. Теперь у вас есть возможность позвонить к нам в студию. Номер телефона 40-01-09, код города Талдокурган 8-72-82 и задать ваши вопросы главному санитарному врачу города Талдокурган. Также вы можете написать, у вас на экранах телевизоров есть номер WhatsApp-мессенджер, по которому ваши вопросы к нам поступят письменно. Звоните, пишите, мы ответим. Действительно ли человек-талдокурганец заболел коронавирусом? Да, уважаемые жители города Талдокурган, к глубокому сожалению, вчера был зарегистрирован первый случай КОИ-19. Это житель города Талдокурган. Со вчерашнего дня у нас проводятся санитарно-опедемические мероприятия, то есть направлены на нераспространение, на ликвидацию очагов в дальнейшем. Теперь на вчерашний день этот житель города Талдокурган, госпитализированный Мещиклазовский район, то есть в инфекционное отделение. Контактных из них выявлено 35 контактных. Из них они все, 35 контактных, все изолированы. На вчерашний день, на сегодняшний день они все изолированы, 35 человек. И 11 человек у нас направлены в карантинное отделение. Карантинное отделение, это города Текили. А остальные у нас изолированы тоже на домашнем, на дому. Теперь то, что касается больного. Сейчас у нас проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, то есть устанавливается источник. То есть до конца расследования не завершено. То есть мы в настоящее время проводим расследование. Здесь, возможно, круг контактных будет расширяться. Теперь круг контактных, вчерашний круг контактных полностью, у всех контактных взяты анализы. Сейчас в настоящее время анализы все в работе. То есть все сейчас проводится. И к сегодняшнему дню, к вечеру мы будем уже знать результаты. Именно контактных людей. Со вчерашнего дня в мессенджерах распространяется очень много информации, недостоверной. Мы поэтому вас и пригласили, чтобы вы дали конкретную информацию. Например, сегодня говорят, что заболел представитель правоохранительного органа, который заразил по одной версии 90 человек, по другой 135 человек, по третьей еще 35 человек и так далее. Вы сейчас говорите 35 человек, но круг, вы говорите, может расширяться. Может расширяться. Скажите, пожалуйста, человек находился в Талдыкургане или он приехал откуда? Человек, он находился в Талдыкургане, 10 числа он заболел, 12 числа он обратился в провизорное отделение областной больницы. Он был госпитализирован с диагнозом ОРВИ. То есть в дальнейшем у него был взят анализ на КВИ. И через 8 часов результат дал положительный. Тут же проведены мероприятия медицинских работников совместно с санитарной службой. Проведены мероприятия и больной был госпитализирован именно в инфекционное отделение. С какими симптомами он обратился? Сам обратился? Да, он обратился сам. То есть обратился сам вызов, скорую помощь. То есть у него была температура 39. То есть она была не постоянно. У него то менялась, то была нормальная температура, то была 39 температур. То есть с этим диагнозом он обратился, с этой температурой он обратился в 103. Соответственно, согласно алгоритму, который на сегодняшний день у нас существует, согласно 36-го постановления главного санитарного врача Республики Казахстан, данный больной был госпитализирован именно в провизорное отделение. В дальнейшем были проведены мероприятия, взяты анализы на КВИ. И соответственно здесь был результат. Тесты, чтобы выявить за 8 часов, у нас имеются? Имеются, да. В достаточном количестве. У нас есть специальный лабораторий, юрисологическая лаборатория имеется, которая у нас проводит именно тестирование ПЦР. Так называемый ПЦР, именно в течение 8 часов у нас дается анализ. Ну, выносится анализ, который дает положительный или отрицательный. В связи с этим у нас очень много вопросов к нам поступают. Говорят, что Талдыкурган теперь закроют. Утром говорили, в 2 часа закроют, потом писали, что вечером закроют. Теперь говорят, что в 12 часов ночи закроют Талдыкурган. Как дальше будут приниматься защитные меры? Нет. Мероприятия направлены на усиление санитарно-педагогических требований. Будут проводиться, но город Талдыкурган не будет закрываться. У нас при въезде в город Талдыкурган имеется 4 санитарных поста. Они будут усилены. И в дальнейшем будут здесь проводиться мероприятия, санитарные поста не будут убираться. То есть здесь будут сотрудники медицинские работники, сотрудники управления полицией совместно в круглосуточном дежурстве. Они будут полностью регулировать въезд в город Талдыкурган. Проверяя термометрию и в дальнейшем обследуя. Если выявляется у нас температура щепарной на любом посту, то это направление со стороны города Учарала, со стороны пост номер 2. Ну, пост. Затем со стороны Алматинской трассы идет, пост номер 1. Со стороны поселка Каравлак и со стороны города Уштоби. Вот 4 поста. Они и проводили это регулярно, термометрию проверяли всех. И, соответственно, будут в дальнейшем усилены. Полностью будут проверять всех подряд на термометрию. А город Талдыкурган, в настоящее время то, что идут слухи, будут закрываться и так далее, таких мероприятий проводиться не будет. То есть на штабе будет решен вопрос сегодня, мы будем, наверное, усиливать санитарные посты. Со вчерашнего мы усилили санитарные посты, то есть полностью проверяем. Об этом мы давайте поговорим позже. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. У нас коронавирус действительно распространяется уже по 50 тысяч человек. И вот ослабляет сейчас все, разрешает. Не кажется ли вам, что больше будет распространением? Пока что стану, если вот ослабляет все, разрешает открывать паркмахерские, и там половые, вам не кажется, что, ну, еще больше будет зараза на полотенце, а их так от количества уже, может, 5 тысяч уже. Спасибо большое. Такие же вопросы поступают. И вот на мессенджер они возмущены. Зачем дали послабление? Карантин надо было продлить. Теперь вот больных станет все больше и больше обеспокоены жители. Ну, здесь, во-первых, по всей республике проводятся послабительные мероприятия, то есть прошел третий этап. Согласно третьего этапа у нас открывается, открылись непродовольственные торговли, то есть до 2000 квадратных метров. Открылись паркмахерские, но при соблюдении санды из режима. То есть что включает сюда санды из режима? При входе должен быть установлен дозатор, работники должны работать в перчатках, в масках. Каждые три часа должно быть проветривание и мытье, допустим, полов, стен и так далее с применением моющих дистриц. Теперь в дальнейшем здесь планируется, это будет рассмотрено в дальнейшем на областном штабе, вот эти мероприятия, которые направлены на послабление дальнейшее. То есть ресторан, на сегодняшний день у нас пункты общественного питания, то есть рестораны, кафе, закусочные и так далее, они работают только на доставке. То есть они не работают, не открытые. То же самое относится и к саунам, баням и общественным баням. То есть в таком плане. Но смотрите, вы говорили, что вот заразившийся коронавирусом, он находился в Талдокургане. Откуда у нас вирус? У нас был чистый город. У нас чистый город, да. До вчерашнего дня. До вчерашнего дня. Сейчас у нас проводится, как я уже сказал ранее, у нас проводится расследование, и в дальнейшем мы, соответственно, мы оповестим источник. То есть у нас источник на данный момент, сейчас мы проводим расследование, еще не выявлен. Но город Талдокурган до вчерашнего дня, он вообще, город Талдокурган чистый у нас. То есть источника заболевания, коронавирусной инфекции у нас в городе нет. То есть здесь, возможно, здесь, как по предположению, возможно, и завозной. Получается, человек, может быть, выезжал. Сейчас, да, мы не можем предполагать, но это расследование проводится в настоящее время. В дальнейшем мы уже, как будет окончательно эпидроследование проведено, мы уже будем сообщать. Возможно, выезжал, возможно, к ним кто-то приезжал и так далее. И это говорит о том, что, возможно, еще много зараженных в Талдокургане. Поскольку пока этот человек не заболел, мы не знали, что у нас в Талдокургане есть этот вирус. Да, да. Нет, на сегодняшний день мы проводим, у нас, согласно постановлению главного государства, санитарного врача Республики Казахстан, у нас определен контингент, который именно должен проходить на коронавирусную инфекцию. То есть у нас на сегодняшний день около 60% уже, можно сказать, 100% мы уже провели всех работников, которые именно непосредственно работают на постах. Это медицинские работники, работники полиции, санитарные врачи. В дальнейшем закрытые учреждения полностью прошли. Медицинские работники всех поликлиник. Давайте о них еще подробно позже расскажем. Есть телефонный звонок. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите. Первого числа поезд, выезд в Чемкент. Мне нужно выехать с города Талкургана, с Алматы или Суштопи. Будет разрешено выезд? Спасибо большое. Выезд будет разрешен. Будет разрешен. Никаких препятствий, выезд будет разрешен. Покажут билет, соответственно, на посту. Если вдруг остановят на санитарном посту, пусть любое граждане показывают билет, что выезд в город Чемкент и так далее. Если проблем не возникает. И его выпустят из города. Есть вот такой вопрос. Здравствуйте. Правда ли, что кто привит БЦЖ, легко переносит коронавирус? Это вопрос научный. Если БЦЖ это говорят ученые, но до конца эта теория не утверждена. Но возможно, БЦЖ кто переносит, но как такового научного подтверждения нет. Подтверждения еще нет. Об этом могут сказать те, которые уже выздоровели. Да, те, которые выздоровели непосредственно. Или наши ученые, которые занимаются непосредственно именно разработкой вакцины от коронавирусной инфекции и так далее. Дорогие телезрители, если вы хотите задать лично вопрос нашему гостю, звоните на номер телефона 40 0109, код города Талдыкурган 872 82. А на WhatsApp мессенджер вы можете только отправить письменно свои вопросы. Поэтому прошу на мессенджер не звонить. Мы ваши голосовые сообщения озвучить здесь не сможем. Звоните, пишите. Теперь скажите, вот здесь поступает очень много вопросов от водителей. И вот прям 4 уже, пятый вопрос поступил. Говорят, мы знаем, кто заболел. Вот именно они проверяли наши документы. Мы теперь боимся. Вдруг заразились. Куда пойти, где провериться? В общем, водители, то, что касается вопроса, допустим, они могут обратиться просто по номеру, если они сомневаются, допустим, что заболели, заразились, вызывают скорую 103, и скорая будет, соответственно, будет запрошен анамнез по телефону, и, соответственно, будет госпитализировано проведенное отделение, если имеется какие-то симптомы, там, температура, кашель, пешение в горле, отдышка. Соответственно, здесь будет госпитализировано проведенное отделение, там будет взят анализ, и, соответственно, потом будет результат. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Говорят. Интересно получается. Лекарства еще нет, а выздоровевшие, там, столько-то, столько человек. Поясните, пожалуйста. Повторите вопрос, повторите вопрос, пожалуйста. Ну, что вопрос, лекарства нету от коронавируса, а выздоровевшие, столько-то, столько-то, вылечившиеся. Спасибо. Как они вылечившиеся? Каким лекарством? Понятный вопрос. То есть здесь, как таково, от коронавирусной инфекции, вот, допустим, антибиотик от коронавирусной инфекции не имеется такого. То есть здесь лечение идет симптоматическое. Если повышение температуры, назначаются лекарства, сильнейшие антибиотики для понижения температуры. Если возникают, если имеются симптомы кашля, соответственно, откажутся. То есть здесь комплекс мероприятий, который направлен на лечение именно коронавирусной инфекции. И, соответственно, здесь люди выздоровеются. У нас, по Казахстану, у нас в основном легкая форма протекает. Именно у кого заболевшие коронавирусной инфекцией, именно легкая форма, в основном. То есть здесь симптоматическое лечение идет. А условия, вот у нас, например, в Талдыкургане есть? Какие-нибудь специальные отделения? До этого мы говорили, но почему-то больного вывезли индекс Казахстан. И вот поэтому и спрашивают, у нас же были созданы места именно для тех, кто вдруг заболеет коронавирусом. Да, у нас имеются и провизорные, и карантинные инфекционные отделения. То есть по городу Талдыкургану обеспеченность, допустим, данными отделениями и лекарственными препаратами у нас 100%. То есть готовность номер один иметь, все у нас имеется по городу Талдыкургану. Еще какие-то у вас есть советы? Вот очень приходят вопросы на мессенджер. Каждый вопрос не буду озвучивать. Вот они говорят, как быть у людей обеспокоенность. Раз в городе зараженный, что теперь делать? Как быть пославление дали? Люди расслабились, гуляют на улице, ходят в такие места, как парикмахерские, салоны красоты и так далее. Во-первых, хотел бы обратиться к гражданам. Во-первых, гулять нужно будет, как согласно постановлению рекомендации главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, главного государственного санитарного врача Алматинской области. То есть гуляние здесь допускается до 20.00 желательно. То есть гуляние и так далее не должно быть только в кругу семи, то здесь количество не ограничено, например. А если знакомые, близкие, не более трех человек. То есть гуляние здесь проводятся. Потом при выходе в парикмахерскую и так далее, здесь парикмахерские работают по записи. То есть записная система у них. И, соответственно, не должно быть скопления людей. Если имеются люди, должно быть расстояние между ними. При себе, при выходе в торговый дом, в магазин, в парикмахерскую, в другое, в любое место, обязательно нужно надевать маски и желательно перчатки. То есть при себе иметь ручные антисептики. И, соответственно, мы должны себя обезопасить. Вот, дорогие телезрители, вы нам звонили, писали, говорили, уже сняли масочный режим. Масочный режим никто еще не отменял. Никто не отменял. Поэтому маски и не должны ходить. Еще вот вопрос. Чем отличается течение коронавируса от пневмонии или бронхита? Есть какое-нибудь различие, отличие? Ну, здесь, как таково, различие, отличие. Здесь протекает форма, она похожая, они очень близки. Похожая форма. То есть здесь определение идет только лабораторное исследование. То есть на лабораторное исследование берут на COVID-19, и, соответственно, здесь ПЦР дает у нас анализ, результат. Положительный или отрицательный. То есть симптомы здесь очень похожие. Похожие симптомы. Но вакцины до сих пор нет? Вакцины нет, вакцина разрабатывается. Учеными всех стран мира разрабатывается она. Как появится? Как появится, она будет, соответственно, будет доведена до народа. Ну, в первую очередь сообщите народу. К концу остается немного времени. Пожалуйста, успокойте народ. Вы же представитель именно того органа, который знает, какая сегодня ситуация в городе. Как я уже до этого сказал, вообще, правила личной гигиены везде в средствах массовой информации говорят. Соблюдение правил личной гигиены. То есть каждый гражданин должен начинать себя. То есть правила личной гигиены, да? Мыть руки дважды, трижды, после выхода, после прихода с улицы, с любого другого объекта, куда-то вышли и так далее. Где-то вы руками все это трогали. Промывать, проводить правила личной гигиены. То есть помыть руки там с мылом, в дальнейшем лицо, глаза. Потом при походах, при походах, допустим, магазин, при выходе магазин, парикмахерскую и другие места. Тоже обязательно с собой, обязательно носить маски. Маски, перчатки и ручной антисептик. То есть антисептики ручные, постоянно оборвать руки. В любое учреждение, куда мы заходим, везде установлен антисептик, дозаторы, так называемые, санитайзеры. То есть вы можете при входе в любое учреждение, можете обработать руки тем же антисептиком. Все дальше вы зашли в эту учреждение. При выходе, то же самое, соответственно, обработать руки и выходить уже с собой. То есть здесь данная инфекция, данный вирус, он боится очень антисептики. Вот такие конкретные советы дает главный санитарный врач города Талдыкурган. Не переключайтесь, оставайтесь на канале ЖТСО. Через несколько минут здесь же будет на казахском языке выступать главный санитарный врач Алматинской области. И будет рассказывать обо всем на казахском языке. Кроме, ты куриармендер. Баскарнаға ауспанздар. Казах тілінде Талдыкургандаға болып жаткан коронавируска гатсты жағдайды билгилеріңіз келсе. Казыр бір рекомендантың кейін көріп тұңдай аластыр, сұрақтарыңызды қой аластыр. Ал біз сіздермен ертен кешкесаға түртте кездесеніз. Сауылыңыздар. Сауылыңыздар.